доброе утро если его можно назвать таким я сегодня проснулась очень отекшая потому что вчера вечером кстати была моя идея мы ехали домой и я сказала что очень хочу в жареной картошке с солеными огурцами и вадим сказал ни слова больше мы заехали в магазин купили картошку соленые огурцы сметану он это все дело нажарил и мы на ночь этого объелись и вот я сегодня с утра проснулась я потренировалась сделала лимфодренажную зарядку мне ничего не помогло вот так что я сейчас хожу с маской но маска в общем-то не для этого так что мой вам совет если вдруг тоже захотите поесть жареной картошки с огурцами планируйте это в свой выходной день чтобы на следующий день никого не шокировать и вот таким вот лицом ну не знаю может быть у кого-то иначе поработает организм но у меня сразу же это все проявляется в отеках очень сильных если я поем что-то соленое на ночь что-то углеводное много сахара или напьюсь чая напьюсь много воды я на утро отекаю и примерно до обеда я ничего не могу с этим сделать мне не помогают ни патчи не маски мне помогает лимфодренажная зарядка и то не всегда вот сегодня был прям крайний случай это не сработало красота сейчас будем готовить завтрак я не знаю пока что сделаем а вижу лаваш я наверное приготовлю ролл с лавашом с яйцом по-моему там еще осталось авокадо продукты закончились сегодня поедем все закупать так что сейчас попробуем сделать из того что есть и 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 Так, я позавтракала, собралась, накрасилась немножко. Уже ситуация с лицом чуть лучше, но всё равно немножко отёк присутствует. В общем, прикол, конечно. На улице немножко выглянуло солнце, так что я пойду попробую поймать эту погоду, прогуляюсь и зайду за посылками по делам, кое-что куплю домой. И, кстати, самая моя долгожданная посылка — это плед на кровать. Возможно, теперь вы обратите внимание на то, какой тут страшный покрывало. Я его очень давно хочу сменить, и вот наконец-то пришёл нормальный плед. Я очень долго его выбирала. Вот, если заберу, если мне всё понравится, я покажу обязательно. Ну и покажу вам свой аутфит, если его так можно назвать, потому что я оделась суперпросто. Всё, как я люблю. Это лосины, лангслив с длинным рукавом, джонсовка мужа и биркина. Кстати, я очень рада этой покупке и рекомендую, если вдруг кто-то задумывался, хотел их приобрести, потому что это реально одна из самых удобных пар обуви, которые у меня есть. Плюс они очень хорошо сочетаются почти со всем гардеробом. Ну и, конечно, качество. Так, я уже сделала все дела, забрала посылки, иду домой. На улице просто что-то нереальное. Светит солнце, очень тепло, я прям наслаждаюсь. Даже не хочется домой заходить, но надо работать. Здравствуйте. Приготовила здесь себе батончик финиковый. Здесь в составе только финик, орехи и какао, ничего лишнего. Это бренд Феникс, я много раз уже их упоминала. Вода. И сейчас буду заниматься планированием, хотя уже середина дня. Просто я вчера в кофейне оставила свою любимую ручку, поэтому сегодня пришлось покупать новую. Пока я сейчас шла домой, поняла, что очень хочу кофе, поэтому сварила себе чашку и буду сейчас наслаждаться. Я не пила кофе уже больше недели, сейчас стараюсь пить ограниченно, потому что если я начинаю чистить, то у меня развивается учащенное сердцебиение. Естественно, это влияет на качество сна, естественно, это влияет на уровень тревоги, поэтому если вдруг меня смотрят кофеманы, и у вас тоже есть такие симптомы, возможно, они связаны с кофе. Не обязательно вас совсем исключать, можно первое время просто ограничить и заменить другими напитками. Кстати, на эту тему я записывала недавно видео, потому что его просили мои клиенты, и вокруг меня, в принципе, много кофеманов, которые никак не могут уйти от этой зависимости. Я поделилась своими вариантами, чем можно заменить кофе, и, в принципе, у меня это успешно получается. Я не могу сказать, что я прям страдаю без него. Ну что, давайте распакуем плед. Я не стала это делать в пункте выдачи, потому что было очень много людей, так что будем смотреть сейчас. Пока я пила кофе, на улице уже стемнело, видимо, сейчас будет дождь, так что я прям вовремя все успела сделать. Вот так. что могу сказать что мои ожидания оправданы лет очень приятный хлопковый в принципе у них практически одинаково с этим моим старым пледом ткань я думаю что это тоже стопроцентный хлопок по цвету он белый принципе универсальный цвет не могу сказать что марки у меня вот этот старый плед я не марала так вот что у меня получилось я думаю может все таки стоило бежевый или серый цвет заказать потемнее не знаю в общем сегодня муж придет с работы посоветуюсь еще с ним но в целом вроде бы неплохо я еще кстати хотела докупить декоративные подушки такие вязаные либо хлопковые и просто накидать их сверху вот не знаю посмотрим еще хочу похвастаться вот такой покупкой пару дней назад мы с вадимом съездили купили мне электронный пианино потому что я решила осуществить свою давнюю детскую мечту и научиться играть сегодня вечером у меня будет уже четвертое занятие на пианино с учителем здесь у меня такой страшный черновик я сейчас в процессе изучения нот и дальше уже надеюсь что может быть через месяц смогу уже что-то полноценное сыграть давайте откроем оставшуюся посылку эту посылку я уже проверила на пункте выдачи это беговые шорты я планирую их надевать поверх тайцев или велосипедок во время пробежек обычный классический здесь учебник для игры на вот такой вот сборник мне его сказала купить преподавать это новый комплект для дома я ждала его целый месяц потому что его шили индивидуально по моим меркам сейчас все примером такой вот муслиновый комплект белья на завязках очень нежный воздушный как облачко комплект тоже из муслина это топ и брюки я очень люблю красивую домашнюю одежду поэтому тоже очень много разных комплектов это последний все пока ближайшее время точно не буду ничего заказывать ну давайте примерим первый комплект домашний из таких вот брюк и топа непривычный для меня оттенок такой шоколадный на самом деле просто не было бежевого в наличии поэтому я решила не ждать и заказала коричневый и так и Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая вот у меня красота на лбу, как говорит мой муж, зачем ты наклеила на лицо пластырь, они просто ничего не понимают. Недавно делилась в телеграме постом на тему того, что я решила попробовать тейпирование и многие меня просили поделиться потом результатом, вот делюсь. Я практикую тейпы уже третью неделю, первые две недели я пробовала схему на все лицо и сейчас остановилась на варианте на лоб. У меня на самом деле был единственный запрос убрать вот заломы вот здесь вот в этой области. Они у меня не слишком выражены, но очень хорошо их видно, когда я активно проявляю какую-то мимику. Вот и прям появляются такие видные морщинки, поэтому я решила таким вот способом их как-то убрать. И на самом деле могу сказать, что это работает. Но от применения на все лицо я как-то не увидела эффекта, может быть нужно дольше применять, я не знаю. Но если честно, я придерживаюсь такого мнения, что если ты хочешь что-то сделать со своим лицом, не знаю, убрать припухлость, может быть, чтобы были более ярко выраженные скулы или что-то еще, то здесь лучше работает гимнастика в совокупности с МФР либо Гуаша. Это я активно практикую уже очень давно, я даже не знаю. У меня как-то, как-то я лет пять назад случайно у кого-то в гостях наткнулась на книгу массажа японского, даже не помню, как он называется. Но я запомнила эту технику точечного массажа и гимнастики для лица, сейчас это называется по-модному фейсбилдинг. И могу сказать, что это реально работает, но нужно практиковать регулярно, долго, потому что на нашем лице есть мышцы, то же самое, как по всему телу. И эти мышцы, естественно, мы можем не то чтобы качать, но мы можем с ними работать и точно так же можем их расслаблять. И, естественно, это будет влиять на каркас лица. Что касаемо тейпирования, здесь мы воздействуем только на поверхностные участки кожи. Я сразу извиняюсь, если я говорю не так, потому что я не специалист в этой области, но это просто мои логические рассуждения. Мы воздействуем здесь на поверхностный слой кожи и, конечно, мы как-то скульптурировать лицо не сможем. Но могу сказать по опыту, что тейпы очень хорошо работают с отечностью. Даже если вы, как я, недавно переедите картошки с солеными огурцами на ночь и с утра проснетесь алкоголиком с годовым стажем, то тейпы могут помочь. С какими-то несильными, может быть, даже едва заметными заломами они тоже помогают. Да, если я поношу вот так вот полоски хотя бы пару часов, то у меня каким-то волшебным образом проходят эти заломы. Но воздействия именно на все лицо я не поняла. Кроме того, что это снижает отечность, больше никаких у меня результатов, наверное, не было. Поэтому я рекомендую, если вы хотите скульптурировать свое лицо, работать с какими-то более, может, глубинными морщинами, то пробовать практиковать прям гимнастику, фейсбилдинг, куаша и МФР в совокупности. То есть сначала мы мышцы нагружаем, потом мы их расслабляем. Но это необходимо делать долго, то есть за месяц, даже за два месяца, наверное, эффекта как такового вы не увидите. Возможно, с тейпами так же. Может быть, стоит дольше практиковать, просто я решила, что этот способ не для меня. Мне это не очень нравится. Вот на лоб как бы нормально, а все лицо обклеивать это долго. Трудозатратно, время затратно, не знаю. Я просто поняла, что я не могу, не хочу внедрять это в свою повседневную рутину. Вот, как-то так. А если вам интересно было бы узнать, какие техники массажа я применяю уже достаточно давно, ручной массаж, массаж гуаша, массаж МФР и просто гимнастика. В общем, если хотите, чтобы я выделилась такими упражнениями, напишите в комментариях. Я думаю, что запишу ролик на эту тему и подробно все вам покажу. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, не знаю, видно или нет, что заломов после полутора часов ношения как бы нет. А до этого, особенно когда я просыпаюсь с утра, они чуть-чуть заметны. Ну и, естественно, после активной мимики тоже их очень видно. И получите подарки запаковки, чтобы жизнь была вкуснее, а не абы-кабы. В гипермаркетах покейте не забавы. Сегодня знаменательный день. Мы купили нашу первую квартиру. На самом деле, небольшая цель, но она никак у нас не могла осуществиться по разным причинам. Так что в следующем году квартира сдастся, да, ждать еще долго, но половина дела сделана. Утром мы подписали все документы, потом заехали в нашу любимую кофейню, отметили чашечкой кофе и разъехались по своим делам дальше работать. Я успела заехать на Ламоду, забрала новые посылки, вещи к зиме. Если вдруг вам интересно посмотреть мой зимний гардероб, то уже можете оставить в комментариях. Я, может быть, запишу такой влог. Купила еще реквизит к съемкам. Это шуба. Я не планирую это носить, это немножко не мой стиль, но мы с моей знакомой девочкой хотим сделать съемку. Она предложила такую идею с шубами. Сейчас такое модно снимать. Я, кстати, никогда не снимала какие-то трендовые штуки, но мне понравилась эта затея, вот, и почему бы и нет. Вот так выглядит процесс стилизации к съемке. Я перемерила, перебрала кучу вещей, вот, но остановились на таком варианте. Супер простой образ, это лосиная, укороченный топ, сверху будет объемная шуба и сапоги, белые сапоги на каблуке.